Они прошли все испытания и тренировки вместе с основным экипажем, оставаясь на вторых ролях. Судьба дублера – готовиться к полету, но не лететь. Наша здесь задача – помочь основному экипажу, пожелать ему удачи. Как говорят космонавты, дублеры должны до последнего мгновения быть в готовности заменить основной экипаж. И такое в истории российской космонавтики уже случалось. Правда, так называемый обсервационный режим на космодроме у них разный. Дублеры, в отличие от основного экипажа, могут гулять по городу и рассматривать Байконур. Любое место, откуда стартуют ракеты, смотрится прекрасно. Байконур или мыс Канаверов – мы очень хотим полететь. Впервые между переводом из дублеров в основной экипаж пройдет совсем мало времени – всего полгода. Обычно в основной экипаж включают через год или даже двух лет подготовки. Впервые дублирующий экипаж не расформируют. Планируется, что в таком составе они отправятся на орбиту. Дублеры – очень хороший состав. Ну, как бы впервые мы им объявили несколько заранее. Конечно, если все пойдет по плану, то они пойдут на следующий запуск, на декабрь. Это как бы вот они находятся в горячем резерве. И это для нас очень хорошо, что у них практически подготовка вот сейчас пиковая. Немножко они отдохнут и потом сразу в полет. Экипаж опытный. Бортинженер-астронавт НАСА Кэтрин Колман уже дважды летала в космос на шаттле «Колумбия». Однако после катастрофы космического челнока в 2003 году Кэтрин приехала в Россию, чтобы готовиться к новым полетам, но уже на Союзах. Когда смотришь на эту модель, кажется, все такое маленькое. Вот то место в корабле, где мы проведем достаточно много времени. В реальности же Союз – большая система, огромная умная машина. Второй бортинженер, европейский астронавт Паула Несполе, уже побывавший на орбите в составе экипажа «Шаттла Дискавери», человек выдающийся. Его рост – метр девяносто два сантиметра. Такие высокие космонавты на кораблях «Союз» еще не летали. К пятому астронавту Италии в прямом смысле подходит фраза «из России с любовью». Четыре года назад в звездном городке он нашел свою любовь по имени Александра. Женившись, Паула увез русскую девушку на Апенины, а сам вернулся, чтобы готовиться к новому полету на Российском Союзе. На орбитальном космосе Паула не желает останавливаться. Моя мечта – галактика. Полететь на планеты – такая вот фантастическая идея. Сначала полет на орбиту, потом на Луну, Марс, Венеру. И так облететь все планеты, как города на Земле. Командир дублирующего экипажа Дмитрий Кондратьев. В отряде космонавтов больше десяти лет. Не раз был дублером. Однако в космос еще не летал. В отличие от своих бортинженеров, немногословен. Сначала дело – слова потом. Поэтому даже автографы не раздает. Хорокий Паффин слетает, туда ставим. Они отправятся на орбиту в декабре. И почувствуют уже не изнуряющий зной Байконура, а сильный ветер и крепкий мороз. Перепад температуры почти как на Марсе. Такой опыт, возможно, еще пригодится. Ну, просто... Продолжение следует...